МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они еще в начале пути, но готовы покорить весь мир. Их идеи претендуют на эксклюзивность. Их проекты всегда высокотехнологичны. Энтузиазм и творчество – главные черты нового поколения бизнесменов. Это программа об IT-разработчиках и индустрии стартапов. The World of Startups. Здравствуйте! Неделя пролетела, и мы снова в эфире Казах-ТВ с порцией вдохновляющих историй из мира IT и начинающего бизнеса. Меня зовут Серик Акишев. В сегодняшнем выпуске вы увидите. Вам кораблик. Сверху, ялочка. И вам кораблик. Позитивные стартапы, что поможет скрасить хмурые осенние будни. Франшиза или авторский бизнес – что чаще выбирают казахстанцы, мы выясняли у гостей конференции «Казфранч» в Алматы. Наше настроение и жизненный настрой в значительной мере определяет информация, которая поступает извне. Современное новостное поле переполнено сообщениями не самого позитивного характера. Но порой хочется, чтобы люди замечали не только плохое и открыли сердце для добра. Следующий репортаж об энтузиастах-стартаперах, которые решили нести счастье в массы с помощью своей работы. По мнению психологов, люди читают и смотрят новости не для того, чтобы быть в курсе происходящего, но ради испытания эмоций, которых им не хватает в повседневной жизни. Тенденция сегодняшнего дня такова – информационное поле переполнено негативной информацией. Поэтому позитивным новостям зачастую приходится преодолевать много препятствий, прежде чем достичь своей аудитории. На фоне вот этого всего негатива и новостей, которые, конечно же, надо, чтобы были, люди должны знать, что происходит, были попытки самого сообщества каким-то образом балансировать, чтобы было что-то и хорошее. Я, например, этого негатива не вижу, не читаю, потому что это для меня лишний информационный шум, который просто откуда-то оттуда. В Казахстане много новостных порталов, но таких, как онлайн-проект Face to Face, практически не найти. Детище журналистки Людмилы Икзарховой рассчитано на аудиторию, которая среди всего новостного разнообразия ищет действительно полезную и позитивную информацию. Если человек хочет почитать какой-то там негатив, он может зайти на любой сайт, казахстанский, российский, там неважно, и эту информацию прочитать. Свой сайт я позитивирую не только как портал с позитивными новостями, но и как портал с социальной и экологичной информацией. Проект запускался при стартовом капитале 5000 долларов. Почти вся техническая работа по сайту делалась основателями. Помимо текстовых новостей, на сайте представлены фото и видеоматериалы. Сейчас у проекта 5 филиалов. Это Алматы, Караганда, Шемкент, Смиртау и Павлодар. Самое интересное, что люди постоянно продолжают звонить нам, почему-то как раз Караганда и Павлодар, и говорят, мы хотим работать с вами. Я говорю, к сожалению, если бы вы были в другом городе, мы бы с вами сотрудничали. А в Павлодаре и Караганде у меня уже есть люди. И таких журналистов, кто хочет сегодня присылать больше позитивных новостей, и говорить о том, брать интервью с интересными людьми и присылать, их становится все больше. Девушка, день добрый, можно вас? Мы поделимся с вами яблоком и дадим вот такой маленький кораблик вашему ребенку. Давай яблоком, пожалуйста. Цель проекта не в том, чтобы показать читателям мир в розовом свете и отрицать наличие негативных событий, говорят создатели. Если показать людям, что помимо всего прочего в мире происходит и много хорошего, можно сделать мир чуточку добрее. Людмила уверена, если сайт поднимет настроение хотя бы одному человеку, то их работа делается не зря. Обязательно. Франчайзинг признан в мире одной из самых прогрессивных форм ведения бизнеса и широко распространен в зарубежной практике. Эта форма бизнес-сотрудничества успешно развивается в более чем 80 странах мира. Свыше 2,5 миллионов предприятий принадлежат более чем 30 тысячам франчайзеров. В Алматы прошла специальная конференция «Казфранч-2014». О наиболее знаковых моментах мероприятия мы расскажем в следующем репортаже. В Алматы уже второй год проходит выставка франчайзинга «Казфранч-2014», являющаяся совместным проектом Евразийской ассоциации франчайзинга и Казахстанского фонда развития предпринимательства «Дому». Если в минувшем году на выставке было представлено 20 компаний, то в этот раз их уже 35. Детскому центру развития «Жас Кеменгер» всего 4 года, но недавний стартап из Астаны уже готов продавать франшизы в регионы. Минимальный пакет обойдется в миллион тенге, предполагаемая окупаемость в течение полугода. Методика разработана, учитывая менталитет, культуру, традиции казахского народа. То есть это охватывает такие предметы, как развитие речи, математика, логика. Есть предметы от Адастерэ, шахматы, английский язык. Детей мы развиваем начиная уже с годика. С годика детки к нам приходят вместе с мамами. Группа так и называется «Мама и малыш» или «Она, Женя, Саби, Тоба». По мнению руководства фонда «Дому», франчайзинг для малого предпринимательства – один из наиболее удобных способов и форм организации бизнеса. Поэтому в настоящее время он занимается перестройкой своих инструментов, рассчитывая, что их можно будет использовать для развития этой отрасли на рынке. Вы можете на выставке «Каз Френч» выбрать любую франшизу. И в рамках этого, если ее стоимость до 20 миллионов тенге, 30% собрать сами, а 70% фонд «Дому» прогарантирует вам. И таким образом вы сможете быстро и банки приобрести средства для того, чтобы получить франшизу. Наказ «Френч-2014» смогли засветиться не только успешные предприниматели, уверенно стоящие на ногах, но и начинающие бизнесмены. Три выпускника проекта фонда «Дому» – школа молодого предпринимателя – получили гранты на развитие перспективных бизнес-идей. Например, Акмарал Дарменбаева, который в начале 2015-го запустит в городе Тарас цех по производству эко-пакетов. Если обычно пакеты разлагаются до 150 лет, они будут лежать, а по моему проекту я туда добавляю специальные катализаторы, которые ускоряют этот процесс. То есть в течение от 1 до 5 лет полностью этот пакет разлагается. Кроме того, наказ «Френчи» прошло бренд-шоу успешных отечественных торговых марок. Уже сегодня казахстанские компании продают франшизы не только в республике, но и за рубежом. И пусть сегодня их единицы. Отрадно, что в стране создаются условия, чтобы любой стартап, производственный или из сферы услуг мог с гордостью заявить о себе на весь мир. В завершении программы предлагаю уделить пару минут анонсу предстоящих стажировок и программ акселерации для вас, стартаперы. Рубрика «Каминап». Смотрим! Немецкая компания Visual Meta и сайт Shop Alike объявили о проведении студенческого конкурса в области интернет-бизнеса «Berlin Startup Calling». Участвовать в нем могут студенты вузов любого курса, которые интересуются введением бизнеса в интернете, онлайн-торговлей, маркетингом в сфере начинающего предпринимательства. Победитель отбора получит денежный приз в размере 1000 евро и шанс пройти стажировку в главном офисе компании в Берлине. Для участия следует прислать презентацию идеи развития агрегатора Shop Alike на российском и казахстанском рынках. Она должна состоять из не более чем 15 слайдов, где заявитель представит анализ рынка и предложение по маркетинговой стратегии платформы. Презентацию организатор принимает на электронную почту shopalike.ru Организация «Стратеджем» приглашает владельцев и руководителей прогрессивных казахстанских компаний в недельное бизнес-путешествие в Силиконовую долину. Тур продлится с 29 ноября по 6 декабря 2014 года. Участники делегации посетят 10 компаний, мировых лидеров в области внедрения инноваций, таких как Google, LinkedIn, Autodesk, Стэнфордский университет, eBay, Joy DeVivre и другие. Все встречи будут проходить на уровне совладельцев топ-менеджмента и членов правления принимающих компаний. Участники получат возможность своими глазами увидеть, как работают эти предприятия, и из первых уст получить информацию об инновационной практике и эффективных методах управления глобальных корпораций, университетов, а также целого ряда быстрорастущих, весьма успешных компаний, широко известных в своих отраслях. Более подробную информацию можно получить в представительстве компании «Стратеджем» по СНГ. Это была программа «The World of Startups». Мы стараемся, чтобы вы были в курсе последних новостей мира IT. И, конечно, ждем от вас взаимности. Пишите комментарии, пожелания на наших специальных страничках, которые находятся в ВКонтакте и Фейсбуке. С вами был я, Серик Акишев. До встречи в эфире «Казах-ТВ». Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин